Доброе утро, наши дорогие горячо-любимые! Здравствуйте! Рады вас приветствовать сегодня, как и всегда, впрочем, в том же составе. Дмитрий Спиваков и Таис Розумовская. Не можем обойти вниманием и третьего с нами, но очень важна. Это кофе на скаф-классе. Это правильно. Но еще есть у нас четвертая составляющая. Это самые дурные новости со всего мира, которые мы собираем специально для вас. Итак, начнем выпуск, пожалуй, с самого обсуждаемого. Патриарх московский Евсея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского женского монастыря Игумене Фиафанию на продажу находящегося в ее владении люксового автомобиля стоимостью примерно 135 тысяч долларов. Плоская слух. Несколько вопросов. Почему у Игумене, во-первых, есть люксовый автомобиль за такие деньжищи? Почему благословляют на такие действия? Подарили. Понятно. Мы, да, не намолила, а подарили. Да, кстати, важный момент. Действительно, на продажу она, этот автомобиль, собирается продавать. Не пожертвовать церкви, не пожертвовать верующим, страждущим. Вот Димке нашему, в конце концов, Спиваков. Я же страдаю без этого. Без такой царствии и жизни своей не мыслит. Ну, в общем, действительно, а может деньги с продажи пойдут на благие цели, а? Цитата. В сообщении в телеграм-канале Русской Православной Церкви значится. Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монстырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели, а не катать свою пятую точку. Вот именно. Легоида также отметил, что Кирилл уже не раз обязывал всех священнослужителей не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители. Подожди, а если меня память не изменяет, это не у патриарха или Кирилла были часики стоимостью в очень много? А вот этого я не помню. Зато я помню. Значит, Легоида в интервью периодически рассказывает о том, что сам Кирилл не ведет роскошный образ жизни. Хотя, опять же, фотографию с часиками-то мы все видели, а все разговоры о его благосостоянии пусты. При этом он признал, что, цитата, не все священники нравственно безупречны, так как они не падают с неба. Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается сегодня, 30 июля. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году с целью, цитата, «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми, поощрять и защищать их права». Ежегодное послание Генерального секретаря ООН 30 июля обращено ко всему миру с призывом борьбы с рабством и торговлей людьми. В разных странах проходят семинары и конференции, тематика которых посвящена проблеме принудительного труда и работорговли. Ну а далее еще несколько событий, связанных с сегодняшней датой. Ежегодно 30 июля отмечается Международный день дружбы. Один из самых молодых праздников был принят в Генеральной Ассамблее ООН в 2011 году. Этот день призван помочь людям различной веры и культуры найти общий язык, избавиться от недоверия и искоренить конфликты. Дружба сама по себе доставляет радость и вызывает чувство счастья и благополучия. Развитие дружеских отношений по всему миру может способствовать фундаментальным изменениям, которые необходимы для достижения прочной стабильности. 30 июля – день цветных напитков. Фруктовые и молочные – все это замечательные коктейли, которые пользуются огромной популярностью в наше время. От употребления вкусного прохладного коктейля в жаркую погоду не откажется никто. Коктейли – это прекрасный способ провести вечер в компании друзей. Каждый выбирает напиток по душе. Коктейль до обеда или ужина подают для гостей в качестве аперитива. Этот напиток может быть и отдельным блюдом, если не требуется подавать к чему бы то ни было. Отмечается сегодня и день чизкейка. Чизкейк – любимый десерт многих сладкоежек. Строгих требований к ингредиентам для чизкейка нет. Их готовят из рикотты, маскарпоне, творога и чаще всего сливочного сыра. В качестве основы подойдет печенье или сладкие крекеры. Каждый кондитер может внести в рецептуру что-то свое и выбрать любимый способ приготовления десерта – холодный или горячий. Продолжаем светскую рубрику «Их нравы». И новости из дурдома может быть альтернативное название этой рубрики. Я тогда предлагаю не «Их нравы», а «Ихние нравы». Тогда это новости из дурдома. Чтобы наверняка. Ким Кардашьян, внимание, решила расторгнуть свои отношения с кандидатом в президенты в США Канни Уэстом. Что ты хихикаешь? Женщины не ведают, что творят. Ну, конечно. Потому что, а вдруг он станет президентом? А она, бац, и могла бы быть первой леди. Да, первой леди. Но у нее не получилось. Не смогла и не смогла. Знаешь, не выдерживает нервную систему у Кима. Да, не так давно мы рассказывали, что во время первой встречи с избирателями Канни Уэст цитировал Библию, плакал и рассуждал, я уже не помню, там, на какие-то очень странные темы. Об абортах, о бракоразводных процессах. Звезда реалити-шоу, речь сейчас идет все-таки о Ким Кардашьян, уже обратилась к юристам. Как известно, актриса не приступит к бракоразводному процессу, пока состояние рэпера не стабилизируется. В последний месяц 43-летний Канни Уэст ведет себя очень странно. Сперва рэпер заявил, что планирует баллотироваться в президента США и превратить Белый дом в Ваканду из Черной Пантеры. Да, ну а затем он начал писать скандальные сообщения о личной жизни, обвиняя свою супругу в изменах. Более того, артист сообщил, что Ким Кардашьян не раз пыталась закрыть его в психушку. Кардашьян же утверждает, что Уэст страдает биполярным расстройством. Накануне Канни принес публичные извинения о жене. Исполнитель признал, что не должен был раскрывать подробности личной жизни. Рэпер также согласился, что ему действительно нужно обратиться к специалисту. Да, ну и стоит напомнить, что Ким Кардашьян и Канни Уэст поженились. В 2014 году пара воспитывает четверых детей. А в начале этого года Канни Уэст признался, что вновь мечтает о пополнении в семье. Музыкант хотел бы еще троих наследников. Ким Кардашьян заявляет, что это явно не входит в ее планы. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно. А может быть, известна была ли она когда-нибудь там? Тоже неизвестно. Ну а прогуляться вот по Красной планете теперь можно, правда, виртуально, благодаря документальному фильму, который создан британским YouTube-каналом Elder Fox Documentaries. В его основе оцифрованные кадры, которые были сняты тремя марсоходами НАСА. Исследование Красной планеты началось 3,5 тысячи лет назад. Первые подробные отчеты о положении Марса были составлены вавилонскими астрономами. А первые телескопические наблюдения проведены Галилео Галилеем в 1610 году. Запуски автоматических межпланетных станций для изучения планеты начались с 1960 года. То, что мы видим на экране – результат работы марсоходов «Спирит», «Кьюриосити» и «Оппортюнити». Видео, по сути, представляет собой сборник панорам и фотографий, переданных на Землю. Все фото были частично перекрашены, чтобы геологам было проще различать детали поверхности планеты. Их качество улучшили до 4К. Дело в том, что скорость передачи информации с Марса крайне мала – 32 килобит в секунду. Несмотря на сверхкачественные камеры на самих марсоходах, фотографии, сделанные ими, приходится принимать в чуть сжатом формате. Иначе их передача длилась бы слишком долго. Снимков ведь миллионы. В ролике можно видеть просторы красной планеты с различным рельефом, а также следы, оставленные в грунте автоматическими исследовательскими аппаратами. Кроме того, демонстрируется автопортрет Curiosity с поврежденными колесами и серьезно запыленным корпусом. На этом миссии марсоходов Spirit и Opportunity завершены, тогда как Curiosity продолжает изучать Красную планету. Недавно этот аппарат отправился в летние путешествия по Марсу. Маршрут ровера протяженностью около полутора километров заканчивается у основания горы под названием Sharp, которую он исследовал в течение нескольких лет. От 30 июля Американское космическое агентство НАСА запустит свою миссию на Марс. Среди прочего, марсоход Perseverance доставит на Красную планету часть метеорита, представляющего собой фрагмент марсианского грунта. Метеорит разместят в особом контейнере вместе с еще девятью образцами различных материалов. Его будет время от времени сканировать инструмент под названием Sherlock. Он займется обследованием марсианских скал и почвы и попытается обнаружить следы биологической жизни. В Австралии в продажу выставлен экологически чистый остров. Называется он Тыквенный. И что любопытно, цена вопроса, как в принципе и за все экологически чистая, 17 миллионов долларов. За эту сумму новый владелец может пользоваться райским уголком и издавать его в лизинг до 2046 года. Расположен этот остров на рифе в 14 километрах к востоку от побрежья Пятого континента. Так, подожди, он все-таки на продажу выставляется или в аренду? Вот, в лизинг. Угу, удобно. Добраться с материка до Тыквенного острова можно за несколько минут по воздуху или на катере всего за полчаса. Его площадь всего 6 гектаров. На самом островке имеется несколько коттеджей, рассчитанных на 34 гостя. Два бунгало-бар, вертолетная площадка, частный пляж и бухта с устрицами. Это идеальное время для того, чтобы провести карантин в период пандемии, утверждают его нынешние владельцы Уэйн и Лоурис Рамбл. Причина продажи, как говорят они, заключается в стремлении перебраться поближе к своим родственникам в Новой Зеландии. По словам читы Рамбл, которые приобрели Тыквенный остров в 2003 году за 909 тысяч долларов США, его изюминка заключается в полной экологичности. Здесь установлены возобновляемые источники электроэнергии, которые используют энергию солнца и воды. Кроме того, налаженная система фильтров очищает дождевую воду до состояния питьевой. Тыквенный остров – идеальное место для пар, семей или друзей, желающих насладиться спокойным и безмятежным отдыхом. На этом клочке земли забываются все проблемы и переживания. Девственная природа, свободные пляжи, красивые бухты, редкие животные – все это непременно порадует вас на острове. Здесь можно заняться рыбалкой, плаванием или погрузиться с аквалангом. В воде ваш взор порадуют очень красивые и необычные рыбы, в том числе дельфины и киты. А можно понаблюдать за подводным миром, даже не погружаясь на глубину. Настолько кристально чистая и прозрачная здесь вода. Отдельно стоит поговорить о коттеджах на Тыквенном острове. Все они экологически чистые. В них есть необходимая мебель, ванны и комнаты. А из окна открывается прекрасный вид на один из самых красивых в мире закатов. Всего на острове пять коттеджей и располагаются они в нескольких шагах от океана. Каждый из них имеет собственное название. Если вся эта красота пленяет вас, то поспешите купить этот прекрасный остров. 17 миллионов долларов за кусочек рая на земле – сущие пустяки. Но где-где, если вдруг вы затаились где-нибудь на необитаемом острове, необходимо же как-то с роднёй связываться, если вы её с собой не взяли, да? И тут вам на помощь приходит телеграм. В последнем обновлении этого мессенджера появилась возможность делать видеозвонки. Эта функция пока спрятана в скрытых настройках и пока только с устройств iOS. Для того, чтобы активировать функцию видеозвонков, необходимо обновить телеграм до последней версии 6.3, нажать 10 раз на значок настройки – Settings, после чего откроется дебаг меню. Затем необходимо включить в меню экспериментальные функции, после этого в профилях пользователей появится значок VideoCall. Но для того, чтобы совершить звонок, собеседник тоже должен активировать эту функцию. В апреле телеграм пообещал до конца года запустить видеозвонки. В официальном апдейте от компании не говорится про эту функцию. В то же время в новой версии мессенджера стало возможным устанавливать видеоаватар, пересылать файлы до 2 гигабайт и смотреть детальную статистику в группах на более 500 человек. Совсем недавно Дмитрий рассказывал о том, как он собирается себя как-нибудь развлекать. Во-первых, во время пандемии все говорил-говорил, ничего не выучил, увы и ах. Да, я читаю себе стихи. Вот, занимается художественной декламацией. А главное, как ты видела хоть раз? Давай. Ты хоть раз лицезрела? Нет, жди. Я памятник себе воздвиг, нерукотворный, к нему не зарастет природная, народная тропа. Ой, хорошо. Вот так надо, понимаешь, экспресс... Не важно... Вы переигрываете этого ту матч. Но, с другой стороны, если чуть-чуть привинтить, мне понравилось. Подожди, а ну-ка, давай ты попробуй так. А нет, я так же не смогу. Это же маяковская манера. Нет, я по-другому могу. Сжала руки под темной вуалью. Сжала руки под темной вуалью. Ладно. Вот так надо, Таиле. Самое время остудиться и охладиться. Мне кажется, все, пора прерваться. Реклама. Скоро вернемся. Наверное. Генеральный спонсор показа Нескафе. Новое утро. Новый кофе Нескафе Классик. Теперь с молотой арабикой. Богатый аромат. Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Нескафе Классик. Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа Нескафе. Лето. Время пробовать себя в различных видах творчества. Например, сегодня поговорим о искусстве рисования на песке. Несмотря на то, что это искусство появилось сравнительно недавно, в 70-х годах 20 века, оно с большим успехом набирает обороты. Чтобы создать такие картины, не обязательно ехать к морю да на пляжа. Профессиональные художники-аниматоры используют вулканический песок. Он идеален для песочной анимации и за свои структуры. Песок – материал с давней историей. Люди начали использовать его в искусстве еще до появления наскальной живописи. Так, индейцы древнего племени Наваха оставляли на песке священные рисунки-мандалы, являющиеся частью ритуала исцеления. Индейцы использовали для своих рисунков муку, красный перец, уголь, измельченные лепестки цветков и прочие природные материалы. Аборигены Австралии рисовали с помощью вулканического пепла, песка и глины рисунки-орнамента для различных церемоний и ритуальных танцев. Буддийские и тибетские монахи и сегодня используют цветной песок, выкладывая картины, которые называются мандалы. Древнее, красивое и необычное искусство создания мандал учит монахов смирению и терпению, а также тренирует их силу воли. Эти рисунки буддийские монахи готовят к соответствующему ритуалу, порой по несколько дней, а затем разрушают. Процесс создания и разрушения символизирует непостоянство мира. Для создания столь сложных узоров буддисты не используют пальцы, как в других культурах, а специальные тоненькие металлические трубочки. Изобретателем песочной мультипликации принято считать канадско-американского режиссера Кэролин Лив. В 1969 году она продемонстрировала публике песочный сюжет «Песок» или «Петя и волк». Со временем по ее стопам пошли многие другие аниматоры. Самые опытные профессионалы проводят целые шоу в реальном времени. И остается только догадываться, сколько усилий было приложено авторами для оттачивания своего мастерства. Ведь каждое движение должно быть просчитано до мелочей, до миллиметра. А еще нужно синхронизироваться с музыкальным рядом. Мастер не просто рисует эффектные картинки, он создает сюжет. Песочное шоу – это история, рассказанная руками художника. Вы увидите, как на большом экране за несколько мгновений рождаются разноцветные песочные картины. Изображения как будто перетекают, вырастают друг из друга. В рисовании песком картины, связанные между собой идейно и композиционно, со своей интригой и кульминационной развязкой. Нарисовать с помощью песка можно что угодно – пейзажи и портреты, натюрморты и абстракции. Главное – дать волю воображению и не бояться экспериментировать. Чтобы создать рисунок, художнику не нужно много инструментов. Всего лишь стеклянный стол с подсветкой снизу и большое количество измельченного песка. Однако прежде чем выйти на сцену, живописец скурпулезно готовится. Ему нужно запастись терпением и тщательно отработать свое выступление. Несмотря на то, что это искусство появилось сравнительно недавно, оно с большим успехом набирает оборот. Уже сегодня существует множество студий, которые помогают приобрести навыки в этой сфере. Песочное искусство в каком-то смысле – это арт-терапия. Она помогает человеку обрести внутреннее спокойствие и гармонию с окружающим миром. Пандемия, пандемия, а обед по расписанию. Наверняка каждый человек, который интересуется диетами, здоровым питанием или же фитнес-трендами, слышал не раз о такой популярной системе похудения, как интервальное голодание. Ну, суть очень простая. Не голодайте, не голодайте, бац, голодайте. Организм в шоке, вы тоже деньги экономите, всем хорошо. Среди поклонников этого метода – звезды Голливуда, успешные бизнесмены. Однако, прежде чем голодать, необходимо выяснить, в чем, собственно, фишка этого метода, в чем его плюсы и минусы, и как это правильно сделать, чтобы при этом не нанести вред здоровью. Интервальное голодание – изобретение не новое. Первое его применение можно найти в Аюрведе – традиционной системе индийской народной медицины, созданной более 4 тысяч лет назад. Поэтому можно утверждать, что люди издавна были приспособлены к ограничениям в пище. С течением времени диетологи стали изучать такую систему более досконально и пришли к выводу, что это не только безопасно, но и эффективно. Массовый интерес к интервальному голоданию появился после того, как японский ученый Ясинори Осуми в 2016 году получил Нобелевскую премию за исследование процесса аутофагии у пищевых дрожжей. В результате было установлено, что периоды голодания положительно сказываются на обновлении клеток и помогают замедлить процессы старения. Интервальное голодание или просто фастинг – это способ похудения, при котором разрешаются принимать пищу только на протяжении нескольких часов в сутки. Например, чаще всего используется схема 8 на 16, при которой на период еды приходится 8 часов, а остальные 16 – голодание. Таким образом, организм получает меньшее количество калорий в сутки и успевает отдохнуть от переваривания пищи. Когда есть, а когда голодать, каждый решает сам. Например, первый прием пищи может быть в 10 утра, а последний – в 6 вечера. После этого – перерыв в 16 часов. Другой вид интервального голодания – 5 на 12. То есть, два дня в неделю, например, в среду и субботу, человек полностью отказывается от приема пищи и пьет только воду. Есть нужно небольшими порциями в одно и то же время и не менее 4-5 раз в день. Естественно, если в течение 8 часов есть фастфуд и полуфабрикаты, то эффекта от диеты можно не дождаться. Приемы пищи должны быть сбалансированы, чтобы организм получил нужные питательные вещества. Питание должно быть максимально похоже на то, к которому вы привыкли. Не надо насильно заставлять себя есть продукты, которые вы не любите. Исключите из рациона самое калорийное, а в остальном только ограничите порции, чтобы добиться отрицательного энергетического баланса. Интервальная диета хорошо подойдет людям, которые не хотят есть строго по меню. Главный принцип – не нарушать период голодания. Также порадует результат. Исследования показывают потерю веса на 3-10% за период от 3 до 21 недели. Также снижается артериальное давление, уменьшается риск заболевания с сахарным диабетом 2 типа. Происходит замедление процессов старения на клеточном уровне. Не пугайтесь, если в первый раз вы будете испытывать неприятные ощущения. Голодание – стресс для организма, поэтому это совершенно нормально. Однако стоит прекратить практику, если вы чувствуете боли в желудке, головокружение, слабость и другие настораживающие симптомы. Если подходить к интервальному голоданию с умом, результат будет радовать и вес не будет возвращаться. Тем более, что эта система питания – скорее не краткосрочная диета, а образ жизни. В последнее время я наблюдаю, что на аукционах уходят какие-то действительно раритетные вещи. Недавно там куртки-кабины продавали, гитару, еще что-то. Нет, действительно раритетные вещи. Мир стремится избавиться. Так вот, оригинальный рисунок Олимпийских колец. Инициатор Организации современных Олимпийских игр Пьера Дио Кубертена продали с аукциона во французских Каннах. Первоначальная стоимость этого лота составляла скромных 50 тысяч евро, но в итоге лот продали за 185 тысяч. Полотно размером 21 на 27 сантиметров, появившееся в 1913 году, эксперты оценивали в сумму от 80 до 100 тысяч евро. На всякий случай, если вы не в курсе, сезон абрикосов давно наступил. И надо успеть не только насладиться этим прекрасным фруктом, но и успеть закатать его в банки. Ведь так приятно, знаете ли, зимой попиваешь чаечек, за окном снега, а у тебя в ложке абрикосовое варенье. Да уж, десерт этот не только порадует своим насыщенным цветом и вкусным ароматом, но и напомнит о жарком лете. Однако мы предлагаем на этот раз закатать абрикосовое варенье не традиционным способом, а как-нибудь интересненько, например, с добавлением цитрусовых апельсинов и лимона. И стоит отметить, что этот рецепт довольно простой в приготовлении и наверняка придется вам по душе и станет одним из любимых ваших лакомств. Варенье из абрикосов и апельсинов называют солнышком в банке. Приятная консистенция и ненавязчивый вкус цитрусовых покорит с первой ложки. Для приготовления нам понадобятся абрикосы, сахар, апельсины и лимон. Сначала подготовим все ингредиенты. Полтора килограмма абрикосов моем и разрезаем пополам, вынимая косточки. С двух апельсинов снимаем цедру на мелкой терке. Нам нужна только оранжевая часть. С половины лимона снимаем цедру точно так же с помощью мелкой терки. Теперь ножом освобождаем апельсин от кожуры. Точно так же чистим от кожуры и лимон. Разрезаем цитрусовые на небольшие кусочки, чтобы удобно их было класть в мясорубку. Если есть косточки, то их следует удалить. Далее проводим наши абрикосы через мясорубку, а за ними следом отправляем апельсины и лимон. Готовую фруктовую массу выливаем в большую кастрюлю. Сюда же добавляем подготовленную заранее цедру лимона и цедру апельсина. Сверху посыпаем сахаром. Его понадобится полтора килограмма. Ставим нашу кастрюлю на огонь, перемешиваем и доводим до кипения на огне чуть меньше среднего. Когда масса закипит, делаем огонь минимальным и варим еще 20 минут, периодически помешивая. Готовое варенье разливаем по стерилизованным банкам. Из нашего количества ингредиентов получилось 5 пол-литровых баночек. Закатываем банки стерилизованными крышками. Это варенье можно хранить в кладовке при комнатной температуре или в погребе. Когда наш десерт только сварился и еще горячий, чувствуется вкус цитрусовых. Но после остывания он становится сбалансированным. Приятного вам чаепития вместе с абрикосово-апельсиновым вареньем. Насколько белое куриное мясо полезнее красного, например, говяшьего? Споры на этот счет среди поваров-докторов не утихают уже на протяжении лет так трехсот. Периодически появляются и новые доводы в пользу того или иного метода. Но есть даже приверженцы к куриной диеты. Что им могут противопоставить курино-скептики? Об этом прямо сейчас. Тысяча и одно блюдо из куриной грудки. Кристина Евтихова очень внимательно относится к составлению своего рациона. Бережет и здоровье, и, конечно, фигуру. От красного мяса женщина отказалась несколько лет назад. Уверена, такая радикальная диета приносит только пользу. Вообще мясо само по себе тяжелое, оно усваивается очень долго. Поэтому, я думаю, белое мясо, два мяса за неделю, это, в принципе, отлично для людей, которые занимаются спортом. С Кристиной согласны многие приверженцы здорового образа жизни. К красному мясу как-то принято относиться с большой насторожностью. Говорят, что оно способствует повышению уровня холестерина в крови. Высокий холестерин – это сразу же высокий риск сердечно-сосудистых осложнений, инфарктов, инсультов. Поэтому его нужно бояться. По данным исследований, до 90% всех инфарктов и инсультов можно предотвратить при помощи здорового образа жизни и правильного питания. Но подразумевает ли такая диета полное исключение красного мяса из рациона? Вот основные принципы питания, рекомендованные врачами для нормализации уровня холестерина. Обратите внимание на строку «мясо и птица». Говядина, телятина и крольчатина не относятся к списку запрещенных продуктов. Полностью из рациона исключаются лишь жирные сорта – баранина, свинина, гусь. Что неудивительно, ведь по сути холестерин – это и есть жир. Так почему же такое предвзятое отношение именно к красному мясу? Скорее всего, дело в том, что приготовить говядину или телятину, соблюдая все правила, сложнее. Нужно обрезать все остатки жира, обжарить или запечь без использования масла. Количество жира в красном мясе – 6 грамм на 100 грамм продукта, а в куриной грудке – 2 грамма. Поэтому я считаю, что это показатели там и там очень низкие по жиру. К тому же калифорнийские ученые провели независимое исследование и доказали – уровень холестерина одинаково поднимается. Как при употреблении курицы, так и говядины. Так что же теперь мясо птицы тоже вредное? Вовсе нет. Просто любой продукт, содержащий в себе хоть немного жира, кстати, необходимого для здоровья, так или иначе влияет на состав крови. Предпочтение стоит отдавать белому мясу. Красное мясо рекомендуется употреблять не чаще, чем 2 раза в неделю. Вот так поворот. Но тут холестерин ни при чем. Просто избыточное потребление красного мяса может навредить пищеварительной системе. В то время как полный отказ от говядины, скорее всего, приведет к разрушению зубов, ногтей и выпадению волос. Поэтому так важно соблюдать баланс. Красное или белое? Зачем подходить к вопросу столь радикально? Может быть, наоборот, стоит добавить еще больше красок в тарелку в виде овощей? Вот такой подход точно поспособствует оздоровлению. И поскольку мы надоели нашему режиссеру и надоело лицезреть нас каждый миг этой записи, именно поэтому мы должны прерваться, уйти из кадра и не раздражать его. Но прежде у меня маленький вопрос. Я давеча прогуливался, знаете ли, по аллее классиков в Кишиневе. Почему все бюсты разных размеров? Так, я тебе расскажу за кадром, Дим, почему это случается и как это вообще. Я вообще не об этом. Ну, правда, бюсты классиков разных размеров. Вроде одна общая. Почему не сделать одинаковыми? Красиво, аккуратно, чтобы было. Ну все, уже ничего не переделаешь, уже стоит. Ну что поделать? Ну вот и нашу рекламу уже не переделаешь. Уже стоит. Смотрим. Новый кофе Наскафе Классик. Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. Дима, а знаешь ли ты, какой овощ в Индии называют королем овощей? Слушай, ну даже сложно признать батат какой-нибудь. Нет, баклажан наш, синенький, родной, любимый. Да, и на самом деле в нашей стране, как только появляются синенькие, я имею в виду, опять же, наши молдавские, местные, так тут же мы их начинаем скупать. Ведь их и на мангале приготовить можно. И икра заморская, баклажанная, она великолепна. Да, салаты, жаркое, рагу, различные маринады. Большинство рецептов, кстати, пришли к нам с Востока. Именно поэтому все блюда с баклажанами имеют азиатское происхождение. Самое быстрое блюдо из баклажан – баба гануш. Эта закуска очень популярна в восточных странах. Состоит главным образом из пюрированных готовых баклажанов, смешанных с приправами. Баклажаны предварительно целиком запекаются или жарятся над огнем или углями. Главное отличие баба гануш от привычной икры из баклажанов состоит в том, что запеченные баклажаны приобретают ни с чем не сравнимый вкус гриля. Легкое послевкусие, присущее овощам, которые приготовлены в огне или печи. Весьма часто икра подается с фалафелем или как баклажанный соус к различным блюдам. Хотя наиболее часто это просто закуска, которую едят с лавашем, восточным пресным хлебом или булочками с кунжутом вместо ложки. Еще один вариант закуски – баклажановые рулетики. Предварительно помытые и просушенные баклажаны разрезаем на тонкие полоски. Перемешиваем с солью и оставляем на несколько минут. Далее выкладываем на противень и, сбрызнув небольшим количеством оливкового масла, отправляем в духовку. Готовые баклажаны смазываем соусом или майонезом. Моцареллу нарезаем небольшими кусочками. Помидоры, сыр и листочек базилика ставим с одного края и заворачиваем в рулетик. Чтобы блюдо не развалилось, скрепляем его деревянной шпажкой. Закуска готова. Кебаб с баклажанами родом из Урфы. Готовят его там, конечно же, на шампурах, на углях. Ну а мы дома запечем все в духовке. У промытых баклажанов отрезаем хвостики. Режем поперек на широкие дольки. Выкладываем кружочки в объемную миску. Обильно солим и заливаем водой. Оставляем выделять горечь минут на 15-20. В это время в миске хорошенько смешиваем фарш с луком, яйцом и панировочными сухарями. Добавляем соль, черный и сладкий красный перец. Если вы любите поострее, можно использовать острую паприку. От фарша отрываем кусочек размером с грецкий орех и формируем шарики. Далее на блюдо из огнеупорного материала выкладываем поочередно котлеты и кольца баклажана. Небольшие пустоты, образовавшиеся между ними, можно заполнить сладким перцем или помидорами. Для заливки пассируем томатную пасту на сливочном масле. Солим, добавляем горячую воду и доводим до однородности. Поливаем баклажаны и отправляем блюдо запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Баклажан-кебаб – пример гармоничного сочетания овощей и мяса. Это по-настоящему вкусное блюдо, которое порадует всех членов семьи. Где можно помыть свой собственный автомобиль своими собственными руками. Набирает все больше и больше популярности. Поэтому важно знать, как же правильно очистить кузов для того, чтобы от грязи его почистить, но при этом не поцарапать лакокрасочное покрытие. Так что, друзья наши автомобилисты, наш следующий сюжет именно об этом. От того, насколько вы будете своевременно и правильно мыть машину, зависит не только ее внешний вид, но и живучесть многих узлов и агрегатов автомобиля в целом. На первый взгляд кажется, что мойка машины – самая простая операция в техническом обслуживании, не требующая особых знаний, навыков и квалификации. Однако здесь есть свои правила и тонкости, знания которых позволят вам сохранить автомобиль в отличном состоянии более длительное время. Для очистки машины от пыли и грязи понадобится установка для мойки под давлением, впрочем, сгодится и обычный садовый шланг, шампунь для мойки кузова, пара ведер, мягкая губка и полотенце из микрофибры. Наполните ведра водой на три четверти, добавьте в одно из них автомобильный шампунь и бросьте в него губку. Вам пригодится решетка, которая не позволит песку и грязи снова попасть на губку. Но сначала как следует ополосните кузов водой. Начните с нижней трети кузова, которая сильнее всего страдает от грязи. После этого пройдитесь по всему автомобилю сверху вниз, от крышки до колес. Затем возьмите губку и с помощью мыльной пены аккуратно обработайте весь кузов с небольшим нажимом. Не забывайте регулярно и тщательно ополаскивать губку в ведре с водой, чтобы удалить с нее грязь. Если нижняя часть автомобиля довольно сильно загрязнена, возьмите вторую губку, чтобы не переносить грязь на кузов. Дабы избежать разводов на кузове, мойку нужно выполнять быстро или же мыть кузовные элементы по очереди. Затем смойте водой всю пену и убедитесь, что на автомобиле не осталось следов шампуня. После этого удалите воду с помощью чистого полотенца из микрофибры. Не используйте махровые полотенца из крепки, они собирают мелкие частицы грязи и песка, царапая поверхность кузова. И напоследок еще несколько советов. Нельзя мыть авто, если кузов еще не охладился. При соприкосновении воды с раскаленным кузовом может возникнуть химическая реакция, которая впоследствии приведет к коррозионным процессам. Не рекомендуется в процессе мытья автомобиля при помощи мини-мойки использовать слишком высокое давление, если поверхность кузова подвергалась ремонту с использованием шпаклевки. Мойте автомобиль специальными моющими средствами не чаще одного-двух раз в месяц. В их составе есть вещества, которые негативно влияют на лакокрасочное покрытие. Избегайте попадания воды в салон машины, на двигатель, проводку, скважин и замков. По возможности пользуйтесь рекомендованными производителем автомобиля моющими средствами. Они лучше всего подойдут к лакокрасочному покрытию вашей машины. Традиционные празднования Нового года в Рио-де-Жанейро, собирающие до трех миллионов человек на пляжах и на улицах города, отменяются из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила муниципальная компания по развитию туризма в мегаполисе. Да, далее заявление этой официальной муниципальной компании. Традиционная модель гуляний Нового года, которую мы практикуем уже многие годы, так же, как и карнавал. В нынешних условиях пандемии отсутствие вакцины является неприменимой. Плачут бразильянки, качая ягодицы. Вот именно. А они как все там страдают от того, что они ничего не повидают. Вместе с тем, как уточняет пресс-служба компании, в ближайшие дни мэру мегаполиса Марселу Кривелли будут представлены альтернативные варианты празднований без непосредственного участия горожан и туристов, естественно, с задействованием цифровых платформ и телетрансляций. Выходит на новый уровень, так скажем? Да, скорее всего. Что касается празднований карнавала, то их судьба пока окончательно не определена как в формате уличных гуляний, так и в том, что касается проведения парадов школ самбы. Самбы. Де Жанейро. Не отвлекайся. Ранее в отмене празднований карнавала объявили власти Сан-Паулу также. Решение об отказе от новогодних гуляний в мегаполисе было принято неделей ранее. Да. Вот когда отказ, это всегда грустно. Мужчины это точно знают. Что нас ждет сегодня? Отказ или белый флаг? Об этом в гороскопе. Овен. Трудно избежать мелких недоразумений, каких-то неприятных ситуаций. Особенно высока их вероятность в начале дня. От вас в это время мало что зависит. Трудно оказывается повлиять на обстоятельства, на чужие поступки. Старайтесь не слишком раздражаться. Телец. Будьте внимательны в первой половине дня. Это не самое простое время. Особенно для тех, кто привык быстро добиваться своего. События развиваются медленнее, чем вам хотелось бы. А спешка может привести к ошибкам. Близнецы. Едва ли день принесет головокружительные успехи и легкие победы. Но вы сможете реализовать какие-то старые планы. Завершить то, что начали раньше. Будут гармонично складываться отношения с окружающими. Не исключено примирение с теми, с кем вы были в ссоре. Рак. Беспокойный день. Забот будет больше, чем обычно. Хочется сосредоточиться на чем-то одном, но обстоятельства этого не позволяют. Приходится заниматься несколькими делами сразу. Удерживать в голове массу вещей. Все это довольно утомительно. Лев. День приносит много новых идей и планов. Хорошо проходят деловые переговоры. Вы можете найти надежных помощников. Некоторым представителям знака предложат новую работу или долгосрочное сотрудничество. Дева. Благоприятным будет начало дня. На это время стоит планировать самые важные и сложные дела. Вы справитесь с ними быстро. Не возникнет проблем в учебе или исследовательской работе. Некоторые представители знака получат какую-то информацию, которая вскоре пригодится. Весы. День благоприятный, но полный забот. Не всегда есть время для отдыха. Такой напряженный ритм может быть очень утомительным. От усталости вы порой становитесь раздражительными. Окружающим нелегко с вами найти общий язык, но они очень стараются. Скорпион. Благоприятный день, полный хороших идей и новых планов. Вы недовольствуетесь скромными успехами. Ставите перед собой высокие цели и делайте все возможное, чтобы их добиться. Часто оказываются полезными знания и опыт, полученные раньше. Стрелец. Плодотворно проходит первая половина дня. Всего за несколько часов вы сможете переделать массу дел, найти ответы на вопросы, которые прежде ставили в тупик. Наблюдательность и внимание к мелочам позволяют избежать ошибок. Козирог. Едва ли удастся действовать по плану. День приносит массу неожиданных событий. Их нельзя оставить без внимания. Не исключено, что придется отложить какие-то дела, перенести встречи, которых вы ждали с нетерпением. Водолей. Это не лучший день для оформления документов, решения организационных вопросов. Занимаясь работой, требующей аккуратности и сосредоточенности, вы быстро начинаете скучать и отвлекаться. Зато там, где нужны фантазия и творческий подход, вам нет равных. Рыбы. Начало дня подходит для того, чтобы подумать о каких-то важных вещах. Не исключено, что вы по-иному взглянете на какие-то привычные дела и задачи. Измените отношение к событиям недавнего прошлого. Некоторые рыбы захотят изменить планы на будущее. Отмена летних фестивалей и концертов любимых исполнителей – это, конечно же, повод для слез. Нет, ну, как подсказывает текст, это не повод для слез, но это однозначно повод. Альтернатива, тем не менее, есть. Отправляйтесь на выступление группы Queen, подпевайте песню The Beatles и погрустите под голос Джонни Кэша. С нашей подборкой зажигательных фильмов, концертов и драматичных историй звезд мировой сцены. Вы отлично выступили. Кстати, я тоже пишу песни. У нас солист ушел. Значит, вам нужен новый? «Богемская рапсодия» – это байопик о культовом лидере Queen Фредди Меркьюри, рассказывающий о его нелегком жизненном и творческом пути, отношениях с коллегами и возлюбленной Мэри Остин, а также о легендарном выступлении группы на музыкальном фестивале LifeEight в 1985 году. Ты легенда, Фред. Это новые песни для всех, кому когда-либо было одиноко в большом городе. Музыкальная драма хоть раз в жизни тоже заслуживает просмотра. Главных героев фильма Дэна, легенду шоу-бизнеса и бывшего главу музыкального лейбла и Грету, музыканта и бывшую девушку рок-звезды, сводит случайная встреча. Они решают вместе заняться творчеством. Давай запишем альбом, нам даже не нужна студия. Будем записывать на улице? Для каждой песни новое место. Под мостом? Китайский квартал. На лодках в Центральном парке. И что бы ни произошло, будем писать. У Дэна и Греты нет ни денег, ни профессиональных музыкантов. Но все это не важно, потому что они готовы к самым неожиданным поворотам и в музыке, и в любви. Их студией становится весь Нью-Йорк. Не знаем, что из этого выйдет. Это точно. Но так и работает чудо. Месяц назад ты был жалким неудачником. Yesterday – это музыкальная комедия Дэнни Бойла о музыканте Джеки, который приходит в себя после аварии и понимает, что он единственный человек в мире, который знает песни в The Beatles, в то время как самой группы будто никогда и не существовало. Вскоре герой начинает исполнять композиции Ливерпульской четверки, выдавая их за свои и становится звездой мирового уровня. И хотя его популярность стремительно растет, теперь Джек рискует потерять Элли, единственного человека, всегда верившего в него. Вы сами пишете свои песни? Да! Привет, я Дженни Кэш. Режиссер Джеймс Мэнголд в своей киноленте «Переступить черту» подробно воссоздает жизнь певца Джонни Кэша. Мы видим его в детстве на хлопковой ферме в Арканзасе, видим, как к нему приходит первая популярность, как он находит свою любовь, как записывает хиты, ставшие классикой, на Sun Records в Мемфисе. А вместе с ним работают такие же простые молодые парни – Элвис Пресли, Джерри Ли Льюис и Карл Перкинс. И, конечно же, слышим, как он исполняет один из своих хитов, давший название фильму «I walk the line». Я тебя не люблю. Молковый я. Мистер Кэш, воздержитесь от песен, которые напоминают заключенным о том, что они в тюрьме. Думаете, они забыли? В девятилетнем возрасте она впервые вышла на сцену в роли Маугли в школьной постановке книги «Джунгли», после чего она часто появлялась в различных школьных, а позже и в университетских спектаклях. Снимала цена в сериале «Беверли Хиллз», а в 2004 году режиссер Клинт Иствуд пригласил ее на главную женскую роль в спортивную драму «Малышка на миллион». И это только один из ее счастливых случаев. Хиллари Энн Свонг – американская актриса и продюсер, двукратная обладательница премии «Оскар» и «Золотой глобус», а также премии гильдии киноактеров США. Хиллари Свонг для мира кино с его суровыми законами скорее исключение, чем правило. В Голливуде такая, как она, просто не могла добиться успеха. Женщина с такой внешностью недостаточно красива, недостаточно обаятельна, недостаточно интересна. Три нет. Только у нее все равно сотни тысяч поклонников по всему миру и «Оскары». Как же она добилась успеха? «Ответом мог бы стать отдельный фильм с ней в главной роли. Ведь Хиллари выросла в беднейшей семье, и всеюность буквально сражалась за выживание, доказывая всему миру и в первую очередь себе, каждый человек на земле достоин счастливого случая». Парк трейлеров, ну вот таких вот полудомов, полуприцепов на окраине города. По американским меркам это прям край бедности и безнадеги. Трудно поверить, но мама с девочкой переезжают именно в такое место. Переезжают после тяжелого травматичного развода с ее отцом, хроническим алкоголиком. И именно здесь они вынуждены начать свою жизнь с нуля. Хотя я бы сказал, это было даже ниже нуля. Она новенькая в обычной районной школе, где царят грубые нравы. Странная, замкнутая, да еще и с короткой стрижкой под мальчика. Ее дразнят, обижают, не принимают в компании. Чтобы отбиваться от нападок одноклассников, Хиллари даже уговаривает маму записать ее на карате. Маме же там подбрасывают идею. Поместив фотографии дочери в базу данных актеров, а вось повезет. Она снимется в рекламе и неплохо заплатит. Теперь девочку иногда зовут сниматься в дешевых молодежных сериалах. Правда, обычно в роли некрасивой подруги и неудачницы. Что только усугубляет комплексы. Ранимая 15-летняя Хиллари переживает из-за внешности. Тяжелый мужской подбородок, нос картошкой, спортивное тело, маленькая грудь и широкая кость. Как она вообще посмела задуматься о кино. Школу я бросила, и никто даже не заметил. Меня будто не видели вообще. Я даже актрисой решила стать только поэтому. Мне хотелось побыть другим человеком. Привет, дорогуша. Может, прогуляемся сегодня вечером? Ты и я? Ты шутишь? Я лучше прогуляюсь с динозавром. Очередной молодежный сериал «Беверли Хиллс» 90-210. Хиллари с трудом получила роль матери-одиночки, но фортуна как будто отвернулась от нее. Персонажа в сериале попросту вырезают через несколько серий и говорят прямо в лицо – профнепригодно. А коллеги еще и передали комментарии режиссера – такую страшную даже снимать не хочется. Понимаете, этот сериал был совсем тупой. Его никто не смотрел вообще. Я подумала, если я не гожусь для этого, то я вообще ни для чего не гожусь. Это было дно. Но иногда судьба придумывает такие сюжеты, что лучшие сценаристы позавидовали бы. Через два месяца после этого провала режиссер Кимберли Пирс ищет актера для социальной драмы «Парни не плачут». Для роли девушки, которая выглядит и ведет себя как мужчина, ей нужен женственный парень. Или мужеподобная девушка. Она отсматривает материалы разных кастингов и видит ту самую неудачную роль Хиллари Слонг. Ее осеняет. Вот же наша мужественная героиня. И приезжает прямо к трейлеру Хиллари, так как дозвониться не удалось. Девушка, не веря в свой успех, просто бросала труп. И куда ты собираешься уехать отсюда? Я не знаю. Пока еще не определилась. Прощаемся с вами на этой прекрасной ноте. Будем надеяться, что день ваш пройдет легко и беззаботно. И то верно. Засим соглашусь со своей коллегой в какой-то веке. И обозначу, что имя ей Таис Розумовская. Охо-хо. Дмитрий Спиваков. Уткает свои велеречивые речи. Что происходит вообще? Тебя покусал кто-то? Не знаю. Меня покусала пятница. Ага. Она где-то там маячит береги. Но сегодня-то не пятница, так что ждем. Ну что, вам завтра прекрасного дня, прекрасного утра и сегодня. Прекрасного, великолепного, трудового. И между прочим, поможет нам в этом и вам в том числе. Кофе Носкафе Классик. А мы прощаемся, машем ручкой. Всех любим, всех целуем. Чмоки. Пока. До завтра. Данный материал содержит элементы рекламы. Одежда ведущей предоставлена магазином Орсей. Генеральный спонсор показа Носкафе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова